День с толком Занимают очередь на сутки вперед. Барнаульцы не могут поставить на учет новые автомобили. Десятки вместо сотен. Почему многодетные семьи не строят дома на выделенных участках? Алтай Кокс открывает новую производственную линию. Что это даст региону? День с толком Их число пока уточняется. Тех, у кого тест положительный, переводят в ковидный госпиталь. Остальные продолжат получать лечение в стационаре Бозовской больницы. Госпитализировать бейчан теперь будут в центральную городскую больницу, которая вернулась к работе после похожей ситуации. А теперь к статистике заболеваемости. За минувшие сутки в крае выявили 63 новых случая коронавирусной инфекции. Умерло 4 пациента. На сегодняшний день общее число заболевших 12 651 человек. Выздоровело более 11 тысяч. Несколько сотрудников перинатального центра ДАР на две недели отстранили от работы. Речь идет о тех, кто контактировал с роженицей, заявившей о заражении ковидом в битцентре сразу после родов. Напомним, проверку перинатального центра Роспотребнадзор инициировал сразу после нашумевшего случая с одной из рожениц. Она выложила в социальную сеть видео, в котором рассказала, что заболела ковид-19, находясь на послеродовом наблюдении. Кроме того, по словам женщины, в медучреждении абсолютно игнорировались санитарно-профилактические меры. Их соблюдение в итоге проверило надзорное ведомство. Оно не выявило каких-либо нарушений в работе ДАРа. Однако Роспотребнадзор сообщил о том, что несколько сотрудников, которые контактировали с женщиной, на 14 дней отстранены от работы. Сейчас они находятся под медицинским наблюдением по месту жительства. Добавим, под изоляцию попали и некоторые пациенты. У каждого из них взяли мазок. Первый тест – отрицательный результат. Самому центру предписано провести дополнительные профилактические мероприятия. Проведена заключительная дезинфекция в местах нахождения заболевшей пациентки и местах общего пользования. Проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия в полном объеме. Эпидемических рисков, требующих закрытие стационара на карантин, не выявлено. В Роспотребнадзоре также подтвердили, что у пациентки, которая пожаловалась на заражение вирусом в Даре на момент поступления в роддом, ковид-19 не подтвердили. В пандемию особое значение в медицине стали уделять раннему выявлению легочных патологий и выезду врачей на дом. Только в Алтайском крае на мобильную медицинскую технику потратили около 200 миллионов рублей. Но почему врачи считают, что и этого недостаточно, узнаете в следующем сюжете. Площадь советов – очередное вручение медицинской спецтехники. В период пандемии особенное внимание уделяют выездным услугам населению. Например, цифровой мобильный флюорограф впервые достается краевому диагностическому. Хотя в выездном формате специалисты центра работают уже около 10 лет. Пропускная способность такого комплекса – от 50 до 100 человек в день. И он должен помочь в раннем выявлении патологий. Он позволяет выполнять на выезде полноценные цифровые исследования органов грудной клетки, соответственно, которые можно спокойно потом передавать в электронном виде уже прямо в диагностический центр. Редактора могут прямо, не выезжая вместе с КАМАЗом, обрабатывать эти снимки, оценивать наличие и отсутствие патологии и делать заключение. До 25 тысяч человек за год могут пройти профилактическое обследование в таком комплексе. Кстати, в этот раз он, как и новый маммограф, установлен на базе КАМАЗа, чтобы машины могли добраться в самые отдаленные районы. Это актуально и для рубцовского диагностического. Центру тоже достался один флюорограф. Заболеваемость туберкулезом в рубцовском медицинском округе высока. Чем раньше врач поставит диагноз, тем эффективнее будет лечение. Поэтому мы будем выявлять туберкулез, будем ездить по отдаленным селам рубцовского межрайонного медицинского округа. Районы получили машины неотложной помощи. Такие должны будут привозить бригаду, если надо госпитализировать пациентов. Это хорошее подспорье для сельских и поселковых медиков. Но, по словам главврачей, есть потребность в более широком обновлении технической базы. Учитывая сельскую местность и отдаленность, у нас дальняя подстанция 86 километров от Благовещенки в Суетке. Машины изнашиваются, все-таки сельские дороги. Желательно, чтобы чаще обновлялся парк машин скорой помощи. Неотложки достались и Барнаульским поликлиникам. Но главврачи некоторых больниц говорят о необходимости поддержки посерьезней. Ведь передвижные флюорографы нужны и городу тоже. Вот в районах, средняя численность которых 15 тысяч, у них по два, по три флюорографа. А у нас на сегодняшний день на 52 тысячи населения, один и тот сломанный, стационарный. Ну как вы думаете, два-три флюорографа на 15 тысяч населения и один на 52 – это сопоставимо? Нет. При этом именно на такую технику в период пандемии нагрузка значительно выросла. Многие жалуются на непрекращающиеся потоки пациентов, направленных на флюорографию. Кстати, в Краевом Минздраве сообщают о предстоящем вручении машин скорой помощи. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком. К другим темам. Серия серьезных дорожных аварий ознаменовала начало этой недели в крае. Четыре человека, среди которых ребенок, погибли. Еще несколько пострадали. Крупная авария сегодня рано утром произошла на трассе Барнаул-Павловск вблизи поселка Урожайный. В результате лобового столкновения двух легковушек скончались оба водителя и пассажир. Один из погибших, предположительно, пенсионер. Другие двое – люди среднего возраста. Сразу два ЧП произошли в Камнино-Аби. Там за два минувших дня под колеса автомобиля попал велосипедист 69-го года рождения и подросток. В первом случае неустановленный водитель после столкновения скрылся с места аварии. Во втором, который произошел на железнодорожных путях, пострадал ребенок. Сейчас он находится в местной больнице. Следствие выясняет обстоятельства данного дела. Добавим, в этом году произошло немало ДТП, в которых пострадали дети. Одно из них случилось в июле этого года в Новоалтайске. Женщина сбила шестилетнего мальчика, буквально пригвоздив его к столбу. От полученных травм ребенок скончался на месте. История вызвала широкий общественный резонанс. Очевидцы сообщали, что женщина-водитель в момент ДТП была пьяна. В ближайшее время должен состояться суд. Спят в машинах у ворот ГИБДД. Барнаульцы не могут поставить на учет новые автомобили. Для того, чтобы зарегистрировать транспортное средство, очередь приходится занимать ночью. С чем это связано и улучшится ли ситуация в ближайшее время, знает Мария Микшута. Покупка авто уже не в радость. По словам людей, новую машину поставить на учет стало практически нереально. Барнаульцы коротают время в очереди, которую занимают за 6, а порой и 9 часов до открытия ГИБДД. Жертвуют сном ради того, чтобы попасть на прием к инспектору. Это очень тяжело, очень проблематично. Народу много. Народ весь психует и ходит домой. Получается совсем плохо. Это вы в 12 часов ночи приезжаете сюда? Да, в 12 часов ночи, до 9 часов. Ждем очереди своей. Вроде бы есть альтернатива. Например, подать заявление можно через госуслуги. Правда, утверждают люди, электронная запись расписана на полтора-два месяца вперед. При этом за непостановку на учет в течение 10 дней после покупки грозит штраф. Мы боимся штрафа, который в течение 10 дней нас оштрафует на 2000. С пандемией вроде бы это все отменили. Обещали, по крайней мере. Но вот быстрее не получится через портал. Две недели, 14 дней. Ну посмотрим, на что сейчас прилипнем по большому счету. Большинство выбирает живую очередь и возмущается многочасовым ожиданием. Надо либо увеличить количество сотрудников, которые занимаются этим. Мы не знаем, какие померы принимать. Такая проблема, говорят автомобилисты, возникла еще неделю назад. В госавтоинспекции поясняют причин тому несколько. Одна из них – резкий рост числа регистрации авто. По сравнению с прошлым годом их увеличилось на тысячу. Все пункты города Барновла, которые находились в помещении сторонних организаций, они перемещены сейчас в единый пункт, который располагается по адресу 10-я западная, 26. В настоящий момент перемещены два пункта. По мнению Алексея Брютова, в ближайшее время проблема сойдет на нет. Реорганизацию завершат, сотрудников из филиалов переведут. Ну а пока барнаульцам стоит набраться терпения. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Порядка 400 алтайских семей с детьми до сих пор не получили президентские выплаты, которые им положены. Те самые 10 тысяч рублей. Это по меркам края совсем небольшая цифра. Однако срок подачи заявлений истекает через две недели, 1 октября. И продлять его, по данным пенсионного фонда, не планируют. Сегодня на пресс-конференции руководитель фонда Борис Трофимов подчеркнул, Сейчас, как и на начальном этапе, выплат очень напряженное время для сотрудников. Им приходится разыскивать тех, кому положены деньги. С 1 сентября каждый день находят по 50-60 семей. Методом глубоких поисков, а это особая категория ребятишек, учатся в наших школах, но живут у бабушки, у дедушки. Есть ряд других социальных моментов. И наша задача, в том числе и с вашей помощью, последние 396, чтобы мы все-таки нашли адресаты и денежки дошли. Есть и те, кто не оформил заявление на выплаты по религиозным соображениям. Кстати, большая часть тех, кто пока не обратился в пенсионный фонд, проживает в Барнауле. Через 4 месяца, пройдя вот этот путь, мы для себя, это без высоких слов, поняли, нам надо найти последнего ребенка. Тем не менее, почти 438 тысяч человек свои деньги получили и потратили их. Многие на смартфоны, подчеркнул Борис Трофимов. Сотни многодетных семей Барнаула не строят дома на выделенных бесплатных участках. Еще десятки вынуждены оставаться на земле, непригодные для проживания. Почему сложилась такая ситуация, разбиралась Валентина Аскерова. Вот на машине мы ездим за водой, купим у нас в машине бочки. Также бочки стоят, собираем дождевую воду. Зимуем и снег туда, чтобы потом по весне растаял, тоже вода была. Каждый день, как день сурка, и так уже три года. Многодетные семьи в барнаульском поселке Бельмесево ежедневно думают не столько о том, как себя прокормить, сколько о том, как напоить и помыться. Вот увозят с местной колонки, водопровода у них нет. Вот у нас вода в бочках стоит, вот она заготовлена все. Не дай бог колонка сломается, вот в тазиках везде вода. Семья Кириченко и сотни других получили здесь бесплатно землю 7 лет назад. На участке без коммуникации и дорог. Проехать к своему дому люди могут разве что на внедорожниках. Детям аттракцион, взрослым не до веселья, особенно зимой. Здесь все заметает, мы пройти вообще не можем. А сугробы-то не мешают пройти? Там мы, бывает, ползаем. Просто ползаем. Потому что сугробы вот такие были. То есть участки дали, отчитались, да, обязали как бы многодетным дать участки. Участки-то выдали, а условий-то нету никаких абсолютно. Суды уже несколько раз выносили решение, по которым городские власти обязаны дать коммуникации людям. В 2017 году мэрия провела электричество, но частично. Участок-то получить-то получили, а строиться начать мы не можем, потому что у нас нету ни воды, ни электричества, ни газа. Ну ладно бы как бы газ, там это был беды. А если нету электричества и воды, ну я, грубо говоря, даже бетономешалку включить не могу, потому что я и воды не могу залить в нее, и я ее в розетку включить не могу. Судебные тяжбы продолжаются. К делу подключилась прокуратура. Но по факту мэрия за неисполнение обязательств платит лишь штрафы. Воду я ношу на себе, то есть мы считали, километр получается до дома у нас. Вот набираем воду в канистры 30-литровые, и я несу две канистры до дома. 60 литров в женских руках. Есть, конечно, колонка ближе. В прошлом году администрация сжалилась над людьми и установила колонку, по их мнению, в непосредственной близости от людей. Правда, вода здесь бежит ржавая, а зимой вовсе перемерзает. Среди тех, кому выделили землю, есть молодые семьи, которые продолжают снимать квартиру, тратить деньги на аренду. Хотя могли бы строиться и жить на своей земле. Проведут ли городские власти в ближайшее время необходимые коммуникации, запрос с этим и другими волнующими людей вопросами, мы направили администрации Барнаула. Добавим, по последнему решению Центрального районного суда мэрия обязана исполнить свои обязательства в течение полутора лет. Это не отношение, это, я даже не знаю, как это, издевательство над многодетными. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Плюс 400 миллионов рублей ежегодно. На такую налоговую надбавку рассчитывают в край с введением новой производственной линии на крупнейшем металлургическом предприятии региона. Накануне ее запустили в Заринске. По словам специалистов, модернизация производства позволит повысить качество кокса и при этом уменьшить его себестоимость. С подробностями Анастасия Дороган. Рев завода как сигнал о начале новой эпохи в жизни предприятия. Сегодня здесь запускают проект, аналогов которому нет в России, утверждают специалисты. Речь идет о производственной линии трамбования угольной шихты. Особенность в том, что отправлять ее в печь можно не вертикально, как обычно, а горизонтально. Мы обеспечиваем сцепление между частицами не на уровне куличика из песочка, который делают дети на море, а на уровне межмолекулярных связей. Ну, если представить, это приблизительно вода в стакане воды. То есть вот поверхностное натяжение, да, вот здесь вот вода работает именно таким принципом. То есть она связывает частицы, как магнит. Но для этого нужно обеспечить, очень четко обеспечить стабильность помола и плотность. Год назад инвестгруппа НЛМК, куда входит Алтай Кокс, вложила в новую технологию на Алтае, а именно в Заринске выпускают каждую седьмую тонну кокса в России, почти 5 миллиардов рублей. В итоге построили галерей с трубчатым конвейером, башню, запустили машину, где и происходит трамбовка. Технологию не просто переняли, ее дорабатывали на месте. Так система может из-за неровности подниматься и опускаться. И, конечно, учли экологичность. Система аспирации, это вытяжка. Вы видели, что во время нашей церемонии вообще не было выбросов. Как будто машина просто поехала, постояла и уехала назад. Вот, если вы посмотрите традиционную технологию, то ситуация будет абсолютно другая. Для горизонтального помещения угольные брикеты прессуют и отправляют в печь. Под температурой в полторы тысячи градусов получают кокс. Современная технология снижает себестоимость, объясняют эксперты. Мы удешевляем угольную шехту. Мы можем достигать то же самое качество кокса, которое нужно для доменных печей, на более дешевых углях. Или мы можем оставить то же самое качество углей и повышать качество кокса. Тут уже домички определяют, что им необходимо в данный конкретный момент. То есть технология дает еще и гибкость, которая существенно повысит и потенциал производственный, и в первую очередь экономические показатели предприятия. Это очень хорошо и важно для собственников предприятия, для коллектива. Но за этим, например, потянется еще, ну такой расчет у нас есть, порядка 400 миллионов дополнительных налоговых платежей в консолидированный бюджет Алтайского края. На данный момент 13% от общего объема промпродукции края – вклад в Заринского завода. Каждый год региональный бюджет получает от алтайского предприятия-лидера от полумиллиарда до миллиарда рублей налогов. Продукцию по новой технологии планируют поставлять в первую очередь на внутренний рынок. Окупиться она должна за два с небольшим года. Завтра в Барнауле стартует фестиваль уличного кино. Его победителей определяют по освещенности площадок, где демонстрируют фильмы. Зрители голосуют за них фонариками. Из-за пандемии в этом году фестиваль состоится на месяц позже обычного. Бесплатные кинопоказы пройдут в кинотеатре «Премьера» с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, сообщает официальный сайт региона, а также в парке «Солнечный ветер». Публику ждут 10 фильмов трехчасовой конкурсной программы и 12 внеконкурсных. Это новое семейное и молодежное кино. Продолжительность фильмов от 2 до 25 минут. Все подробности можно узнать в кинотеатре «Премьера» и в парке «Солнечный ветер». А на этом у меня все. Звоните нам в редакцию по телефону 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.